Приветствую всех, кто смотрит, это Кот, это Тила Total Lore, легендарный уровень сложности, затонухидов, без поражений и без авторасчёта. В прошлой серии я тут наводил порядок на вновь захваченных землях, у меня даже осталась одна мятежная армия, которую я сейчас по-быстрому за кадром добью. Вот. Так, с этим решили. По-быстренькому. Даже можно 1% восстановить, а? Вообще огонь. Итого, мятежников не осталось, Десса, кстати, начала расти по порядку, но у меня в Дессе жуткие, жуткие, жуткие загрязнения. Я решил, что сделать, я снесу базар, на месте базара поставлю что-нибудь на санитарию. А вот эту вот продовольственную лавку, которая даёт 70 пищи от торговли, да, я снесу и поставлю тут рядом к пряности. У меня останется 30 пищи, мне это вполне устроит, зато я по деньгам просадку не получу. За 4 хода как раз нормально перестроиться. И также я решил, что здесь буду нанимать верблюдов, поэтому вот эту штуку надо было сразу, конечно, лучше перестроить, но... Не подумал, не подумал. Вот, собственно, такие вот постройки, больше у меня денег ни на что особо нету. У Александрии 0 по порядку, можно, кстати говоря... На следующий ход начну нанимать, наверное, потому что у меня как раз сработают вот эти вот штуки. Точнее, конкретно в Спахбет сработает. Ну, а для Аксума ещё сработает массовый призыв, я здесь смогу ещё армию нанимать. Собственно, пока всё, по всей видимости, будем нажимать конец хода. Погнали. Что? А, губернатора. Это губернатор островах... Нет, не на островах, это в этой. Да, всё, и... И на островах-то. Ну, здесь порядок. О, кстати, можно что-нибудь ещё. Блин, не осталось даже ни одного, по всей видимости... Палача. Печалька. Ну, давай на логовую ставку, пофиг. А почему... А, ну ладно. Там полководец у меня стоит, по-моему, с этим... То ли с палачом, то ли с... Попробуем. Норм? Да. Что ж, никто на меня не напал. Сосониды, провал агентов. Подстрекательство в Армении. Ах ты, сука. Благодный отпуск. Мади. Хюля. Ну, аман. Это что? Девка родилась. Отлично, отлично. Чего-то у Хутора фотки не было. Где... Действия агентов... Подстрекательство. Успех. Это где? Здесь. Но всё равно здесь минус пять. Тьфу, блин. Плюс пять точнее. Поэтому всё норм. Так. Восток меня радует. Они нанимают стэк. Это очень хорошо. В самой Амиде. Могло быть и лучше, конечно. Базар снесся. Отлично. Значит, площадь тоже сношу. Уже лучше стало по санитарии, да? Минус семь было, минус девять. Ну и как только это снесу, начну строить строительство сразу уже каких-нибудь там, бань или что там. Так. Здесь, да, здесь то же самое, потому что здесь тоже большие проблемы с санитарией. С темой водоснабжения. Да. Называется система водоснабжения. Такая нитиль. С пищей всё в порядке, слава богу. Десять туда, потому что семнадцать соседнего урожая. Это, конечно, не постоянная величина. Массовый призыв. Отлично. Всё. Так. Кстати, чё? Этот дядька почему-то перестал Чё-то он перестал это проповедовать. Давай-ка. Блин, и минус один опять пошёл. Да что ж такое-то? Чё у тебя? Красавец. Ах ты ж какой. Палач. Жена сварливая по этому поводу, что у него муж красавец. Нету, нету никакого. Зараза. Нету никакого этого художника, блин. У губернатора чё? Художник. Так, вот здесь вот у Айлы у Айлы у губернатора что? Палач. Блин. Ну ни в какую, а? Так, а у кого же тут есть художник? Может у тебя художник? Талаба, а ты молчишь? Нет. Это чё такое? Чучело. Всё, фигня. У кого ещё есть главный Евнух? На островах? На островах, кстати, тоже надо. На островах тоже херово, на самом деле. Давай вдохновление и вдохновление. Вот так вот, замечательно. Минус один. Блин. Каналы поставить будет, типа, общественный порядок, ещё плюс единичка. Давай, а чё делать-то? А у кого же ещё грёбаный этот? Эпический поэт. Хитрость, скорость передвижения в бою для отряда полководцев. Слушай, ну он так хитрый аж вообще. Давай мы ему что-нибудь полезное дадим. Авторитет при командовании армии. Чё авторитет даёт? Боевой дух, общественный порядок, вверенная провинция и всё. Зона влияния полководца. Ну это круто, конечно, но... Капитан наёмников. Разряженный мужелодец. Небоевые потери. О! Парфянский командир конец. Урон от выстрелов плюс два для заспехи, для пехоты дальнего боя. Следний натиск для пехоты и подчинённая армия. Атака ближнего будет для пехоты и подчинённой армии. Скорость будет для пехоты. Давай вот это вот. Пехота была хорошая у чувака. У кого грёбаные художники все? Палач. Бля... Чё, неужели в этом в Эфиопии? Может, у этого? Это, кстати, в Эфиопии тоже плюс три, поэтому, знаешь, особо забирать не приходится. И сейчас будет ещё как конюшни построиться, будет вообще не айс. Ладно. пока оставим. Собираем войска. Влаговая ставка, скорость исследования учёный. Хер толчёный тоже, да? И патрон. Хм. То есть как-то это немного народу-то. Собрать армию. И давай нанимать отрядики. Смотри, как 293 всего легионеры-перебежчики. Немного совсем. пока нанимаем копейщиков. Четыре штучки пускай будет. Хотя даже, знаешь, давай тех, кто подешевле вообще, стрелков. Три копейщики. Вот так, да. Здесь у нас тоже, блин, надо. Ну, куда деваться с порядком проблемы. Здесь аж плюс 12. Слушай, а если я вот этого типа вот сюда перегоню, здесь шесть будет, а здесь единичка. Есть шанс, лучше пойдет. Здесь минус один, блин. Как-то так. Так, теперь чего? Что у нас тут? Попробуй-ка помехи армии изнурения. провал мудила. Я не хочу сюда нападать одной армией. Это слишком жирно будет для них. Хотя у меня довольно мощная армия, но подумать. Угу. Ну, здесь собираются, естественно, я понимаю, вот это вот точит зубы падла. А им не уголь. Да-да-да. В принципе, на следующий ход можно попробовать колонизировать новатрояну бостру. Просто, блин, айла. Не то, чтобы сильно она была защищена. Можно попробовать вот этот вот флот туда засунуть вайлу. Давай-ка. Если я сейчас выведу флот... А, минус единичка будет, да-ёптать. Что с этим порядком везде, а? Нужно построить нафиг на порядок какой-нибудь канитель, типа, там... Типа, там, для пола, там, стадион, там, есть такая штука. Ну, блин, я по деньгам просяду, а мне деньги как раз очень нужны. Поэтому лучше поюлить, лучше посопротивляться. Так. Давай посмотрим, что там еще у нас творится наверху, мне интересно. Тут вообще все пусто. Тут просто вот забирай, просто забирай. Единственное, что я с порядком, видите, большие проблемы, надо, короче говоря, получается, сносить все нафиг. То есть, грабишь, сносишь, идешь дальше, грабишь, сносишь, идешь дальше. Но мне нужно на море тогда получить преимущество сейчас. Соответственно, как я это могу сделать? Военный порт у нас вот в тире. Ну да, это же то же самое море, а не другое. То есть, я могу вот сюда выйти, в Тарсусе минус 12 сразу идет, блядь. А так плюс 2. Охереть просто с этим порядком. Со всей этой фигней это реально тормозит все развитие. То, что начинаются эти бесконечные беспорядки и их надо тоже всех вручную выигрывать, блин. Убей его нафиг, блядь. Успех отлично, ранил хотя бы. А ты манипуляция, ловушка. А что ловушка делает? Поддался, задержан и что? Что это дает-то? какая-то странная штука. Мне надо чтобы он исчез нафиг отсюда. Критический успех вообще убил нафиг. Отлично. Отлично. Так, арам. Да, тут нигде никого нет вообще. Вот квады. Я, с ними знаком же, да, по идее, с квадами? Угу, они меня не любят. почему-то. Сосониды, блин. Два ксаря у меня. Так, ужас пустыни, в принципе, готов действовать. И, по большому счету, я могу Несибис проатаковать двумя армиями. Камнерубы могут максимум до сюда дойти. То есть, я могу сейчас грохнуть Несибис и потом сразу ломануться на столицу. Хотя, вот здесь вот какое-то еще поселение. У меня есть какие-нибудь еще агенты? яда может пройти немножко посмотреть. Ничего там нету такого. То есть, в принципе, я могу сделать маш-бросок сейчас Несибис, Арбелла, Тесифон раздолбать, потому что здесь три армии я вижу и в принципе это все, что у них есть. У меня я считаю достаточно сильные армии. Причем они все умеют ночную атаку. Все два хода строятся нихера львы. Я не знаю, не знаю, давай попробуем, мне говорили, что типа прикольный. И мне нужно пихтуру. мало-мало-мало давай вот этих восточных грибцов. Вот так. Ну что? Rush nab блин. Просто здесь видите никого, то есть теоретически как бы достаточно безопасно. Если кто-нибудь выскочит оттуда вот так вот пройдет, я даже не знаю. Я вот докуда могу дойти максимум. Блин, ну это хера макуда докуда дойти. Мне надо посмотреть, есть кто-нибудь тут или нет. Вот что плохо. А вдруг там кто-то есть и нападет на Одессу. У меня Одесса как вообще? Не самый Айс. Я отсюда выйду, у меня сразу минус пойдет по порядку, да? Из Месси выйду, тоже минус по порядку пойдет, естественно, как же. Другому быть не может. Здесь идет набор активный, да? Я могу этот не захватывать, хотя нет, а сроенна, это моя уже провинция, по сути. Мне здесь, а, ну, как бы нет, не обязательно. Я здесь буду вполне самодостаточный, я когда построю здесь этот, когда я здесь построю санитарию, то будет все нормально. Я могу ее, в принципе, освободить, и мне будет видно, что там происходит. Могу потом отступить. Эти ребята, конечно, могут ломануться, здесь никого нету, это точно. На МС могут ломануться. Здесь очень хороший, на самом деле, гарнизон, можно постараться даже выиграть, если даже там что-то бродит где-то, даже если стек бродит где-то. Короче, нихер мне тут. Так, естественно, они будут атаковать меня. Хотя, да нет, будут, я их выманю просто, вот эти вот анагры гребаные. У них отстреляются, да и все. Но я хочу забрать у них еще один анагр. Можно вот воинов пустынных племен убрать, они бесполезные все равно. Вот так. И попробовать отжать еще один анагр. Да? Да. Наверное, освобождать будут этот несибис, потому что ну его нафиг. проблемы по порядку у меня создает. Встретимся на поле боя. Ну что, что-то мне это напоминает. Река вот это вот, подкрепление выйдет отсюда, с этой стороны реки, слава богу. У меня легкие отряды здесь, кавалерии, будут именно ими заниматься при выманивании снарядов вражеской арты. Вот они, кстати. Оп. Должны по мне стрелять, поедине. Вы стрелять будете? Алло. Алло. Так. Немножечко. Эм-нем-нем-нем-нем-нем. О, по ним стреляют. Ага-ага. Ой, разрывные, что ли? Нет, камни простые. Ну вот как-то так, отлично. Так, но мне не нравится то, что я не могу сейчас, блин. контролить все это дело неудобно, видите? Пока еще вроде повреждений не получил, но вы же понимаете. Стоит отвлечься и начнут дохнуть мои отряды. О, уже понеслась, кто-то попал по мне. Не то, чтобы я сильно переживал прям. Когда у них патроны кончатся, они пойдут в атаку. Ну, это, в принципе, кто смотрит мои видосы уже знает об этом. У них, кстати, еще есть, по-моему, где-то. У них там два анагра было, правильно? Больших. Попал, да? Они тут рассосались из-за вот этих вот преград всяких. Получается, так растянулись, блин. Можно уже на самом деле включить разомкнутый строй. Хуже не будет. Раз уж они бегают по этой херне и все равно рассосались, так пускай тогда уже лучше в разомкнутом бегают. Все? Патроны практически закончились, они решили нападать. Так, кто-то звонит, секунду. Продолжаем. чё вы там? Скоро у вас патроны кончатся. все, по-моему, кончились, все. А еще есть вообще у вас это, ну, как она называется-то? Анагар-то был у вас вроде еще один. Так, теперь надо аккуратненько все это расположить. А то, блин, все не то, все не так и так далее. Уже мои пошли колбасить. Такс, где тут лучнички? Пока я их расставляю, мои уже стреляют вовсю, да? Это этот отец Усамы, я даже забыл, как его зовут, Мади, по-моему. Помнишь только, что он Усаму родил. И аккуратненько войска. О, блядь, а кто заметил его? А, еще один, что ли? Это сучара. Айди его убей нахер, короче. Все равно тебя уже не жить. Так, 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 так. Давай вот сюда тогда. А вы на их место. Правильно стоим-то? почти. Ну, почти. Вот, вот так, да. Молодца. Ну, и прекрасно. Ну, и замечательно. Саша Лупонь сейчас. Я даже не знаю, как вы тут вообще сейчас собираетесь переправляться-то. Тут сколько переправ? Одна вот эта? Или здесь тоже можно? Походу, слушай, одна. Так это офигенно. Если одна. Давайте все сюда. все. Одна переправа, так все давайте сюда. Все. Дуйте. Сейчас мы им устроим ахтунг. Они же здесь никак не перейдут. О-хо-хо-хо-хо. Только вон там могут перейти. Сейчас все будет весело. давай, долби, вот я не знаю. А, вот сюда. У них кончились все. Вся арта кончилась, поэтому сейчас будем раздавать. Как они здесь пойдут, я не представляю, если честно. И вы тоже сюда бегите срочно. Куда? Такс. бегом-бегом-бегом-бегом. Надо закрыть проход просто вот здесь и все. А ты я не успел я не успел нажать черепаху. Ну ничего, сейчас здесь нажмем. ща мы поймаем. Никуда он не денется. Надо было немножко раньше, я просто подзатупил малость. Ну не очень удачно получилось, я просто подзатупил малость. Ну в целом я думаю, что все сработает. Ну куда ты, куда ты, блядь, куда ты, сука. бежишь. Ёбнутый что ли, сюда стреляй. А вот полководца долбите и норм будет. твик. Ну этого убьют сейчас без проблем. Наши остались без снаряжения. Ну тут все стоят в этих вали отсюда. Все стоят в черепахах, все норм. А сюда долбим. вся кава у меня практически живая, да? Очень хорошо. Чудесно просто. Обожаю такие штуки. сами сами себя загнали просто в такие рамки. Это всего лишь второй отряд из тех, которые не успели в черепаху Сталин. Так, ребятушки, козлятушки, давайте сюда. Долбите. Ты себе, ты себе, все нормально. Отойди. Ну что, рубится, посмотри на них. А, это там я забыл про свою легкую кавалерию. Ее, соответственно, вышка расстреляла. Ну что, здесь все норм, по-моему. Да, блядь, заебали вымазать, вот серьезно. По своим. Нет, нормально. Тут все четко вообще. Вот сюда стреляй. Вот так он. О, это кто такой прорвался. Посмотрите на него. Чудаюдик. В упор по нему стрельните разочек. Ну уж сюда стрелять уже, надоел по своим долбить. У меня еще кавалерия даже не задействована. Дай-ка. Докончились у них уже отряды, я вас умоляю. Откуда у него преимущество? Он же якорь. Смотри, бегут. Ха. Да блин, не могу попасть. Так, значит че тут. Сейчас полководцы если грохнуть, так вообще они сразу побегут. да 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 давай же попади по нему, вот так. мечники, вот так. мечники, вот так упал, Чё, никак, что ли, полководца не грохнуть? Подмочите полководца и всё, это сразу победа будет. Ну, ну, убейте его, ёпу-мать. Сломленный, блин. Где он? Есть. Всё. Это всё. Наши люди сломлены, они бегут. Да ты угораешь, кто там ещё сломлен? Всё, 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 всё. Соверший вид. Ну, я думаю, что было нестандартно, да? Как минимум. Я бы не сказал бы, что это было прям круто, если бы у меня вовремя успели подбежали легионеры, встали там в черепаху, то было бы намного лучше всё. Ну, так, в принципе, нормально. Держи. У меня было легионеров, подбежали, чтобы там в них, чтобы забежали эти, ну, как они называются, пикинёры, и всё было вообще шикарно. Ну, так, конечно, потери многовато, но, в принципе, сойдёт для сельской местности. Оккупировать, разорить. Ага, ну, то есть я не могу. То есть я не могу освободить, да? Ну, это печалька. Это печалька. Ну, и что делать? Я бы хотел освободить, конечно, но, блин. Придётся оккупировать. Не могу больше отдавать земли этим андонам. Так, минус 40. Сейчас, на следующий же ход сразу же возникнет. Грёбаная восстание фермы верблюдов. Чиним. Это что такое? Овчарни? Ого. В общем, санитария минус 10. Ну, пипец теперь. Общественный порядок. Ладно, чиним. Овчарни. Так, давай тогда чиним лучше это, в первую очередь. Блядь. Ну, этот чумошник, да, доходит до меня спокойно. Давай немножечко армию спрячу сюда. Дали мне хоть... Нет, не дали. Не дали мне анагар. Сволочи. Это что такое? Командир Мади уже с пустыни. Стоимость содержания для сухопутных войск я уменьшал, да? Давай ещё раз уменьшим. И стоимость найма чужеземных новобранцев, стоимость найма для лёгкой пехоты. А здесь 100 боеприпасов, стрелков и метантей, или дальность стрельбы. Да пофиг, в принципе. Мне вот сюда надо. Воинская элита. Так. Теперь, значит, надо... Соответственно... Действовать. Ну, гнида, блин, нападёт на меня, и вот что я буду делать, а? Отбиваться только если... Хорошо, что у неё, ну, скорее всего, не получится взять в осаду и проатаковать. Хотя хер его знает. Вот здесь вот я уже знаю, сколько он нанимает. Мне эту Арбеллу надо брать, Экботана. Это у нас Антропотена, да? Да, два поселения, и всё, как бы. И минус один упырь. Если бы Восток ещё вот затащил, и на него рассчитывал... Блин. Вообще-то не только на него. Он ни с кем не воюет. Вообще-то не только на него. Так, здесь... Здесь нанимаем, нанимаем. Чёрт. Ну, ладно. Ну, а делать-то нечего, правильно? Так, 192. Давай сразу чиним. Не присвоенный навык у губернатора. Губернатора... Ага, понял какого. Мы гастов от производственных построек, и давай вот эту штуку. Ну, поехали, чё. Сейчас нападут, так нападут, хер ли сделаешь. Вот это уже интересней становится. Ваш союзник атакован и просит помощи атакующие гараманты и защитники Африка. Конечно же, я помогу Африке. Я думаю, что они сдохнут не сразу. Я успею набрать здесь стэк и пойти на помощь. Вступить в войну на стороне союзника. Так, Сосонид. О, как раз я не буду запись выключать. А, он вот так вот сделал, да? Он в Арбеллу пошёл, закрыл её. То есть не стал нападать. Окей. Так, около Эдессы восстания было, но его восток подавил. Вместо меня. Вот, польза. Польза. Отлично вообще. Так, как тут у нас, кстати, сука? О, отлично. Тут уже вовсю гарнизончики есть. Война объявлена восток Ария. Замечательно. Война объявлена гараманты Африка. Замечательно. Снос завершён. Эдесса площадь. Новая Халиса верующая. Для грязного влияния плюс 2. О, веренная провинция. Я не собираюсь его ставить на губернатора вообще никак. Так, это как бы абсолютно бред был бы, если бы я так сделал. Так. Посмотрите. То есть у него, получается, здесь расармия. Здесь ещё одна полная армия варбели. Тут, кстати, тоже, получается... А, нет, здесь нет реки. Здесь дорожка. Угу. Угу. Ну, как бы, ладно. Такс. Но мне нужно знать, что там. Мне нужно знать, что здесь. Ну, так-ка я вот так вот по дорожечке пройду. То есть никакие там вот эти вот лохмиды там не собираются меня атаковать, не? Блин, на МС сейчас кто-нибудь как пойдёт. Вроде нет. И хотел бы я, конечно, там знать, что, но... Детизель, как он сказал. Так. Можно так немножечко пройтись. Чуть-чуть. Оп. О, да. Я вижу здесь армию. Очи змеи. Так. Ну, и тогда измирение. Провал. Это ему дело. Лучше 5 я дальше послал посмотреть, что в Ганзаге. Потому что из Ганзаги могут прийти... Тут уже снега какие-то, глянь. Захватить не Сибис, чего бы я очень не хотел. Чё здесь? Да. Неприятственно. Система водоснабжения, как я и хотел. Ставлю систему водоснабжения. Ну, по-хорошему, надо, конечно... Атаковать Арбеллу, сносить вот это всё. Ну, ладно, я подумаю сейчас ещё. Я сейчас ещё подумаю, как это лучше сделать. Александрии 0. А если я включу вот этому типу 2? Ну, вот. Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть пошла жара. Блин, я хотел отсюда вывести, на самом деле. Флот, чтобы отправить его в Вайлу. Ну, чё-то забыл про это, блин. Так. О. Коневодство второго уровня. Это потому что ваксами построилась конюшня. Отлично. Чуть-чуть порядок вверх идёт. Ненадолго. Так. И... Раз, два, три, четыре. Всё. И все остальные шесть отрядов будет кониться, на самом деле. А здесь ещё, получается, два надо нанимать. Они 257 стоят на наём. А здесь сколько стоит? 224. Разница есть. Разница есть. Чё там с гарамантами-то, блин? Чё они там выпендриваются? Гарама, Лептис, Магна. Понятно. Короче говоря, превращается это всё, сами знаете, во что. Но всё-таки это ещё не оно. Так. А, да, тут же идёт набор у меня такой. Так вот. Класс. И здесь... Можно взять парочку. Почему нет? Легковооружённых. Они, кстати, неплохие совсем. Вот эти ребята. Лежний бой 43. А у этих 50. Ну, то есть... Могло быть и хуже. Сколько всего вкусного вокруг. Вот прям бери и захватывай, да? Но, блин. Да, я хотел выйти. Вот так, да. На следующий ход я окажусь... Вайле. Если кто-то здесь выскочит, я его увижу. И вернусь. Пускай попробуют, как говорится. Да, если у меня флот стоит в... Вайле, то... Никто здесь не высадится. У меня ещё здесь флот стоит. Поэтому вообще не вариант. Раздолбаю. Тем более, что здесь наёмников никто не забирает. Я их могу всегда взять. А, тьфу, блин. Кто-то забрал всё-таки. Известно кто. Вот это. Миражи. Так, 2000 я оставлю, потому что я хочу колонизировать на следующий ход вот эту штуку. Вот. Я здесь буду стоять тогда и как бы уже отсюда обороняться. А здесь флот будет обороняться. Вот такой хитрый план. Здесь набор идёт. Здесь набор идёт. Вот здесь у меня что-то строится. Здесь уже что-то построилось. Блин, кстати, мало, да? Надо следующую строить. 2000. А-а-а. Не хватает. Не хватает. И как только у меня флот построится, это будет на следующий ход. Я пойду уже драконить Миру и Родос. Ну и Эфес, соответственно, тоже. И Старсуса можно, кстати, и вот на Кесарию проатаковать. Надо куда-нибудь пройти, посмотреть, что там ещё. Где у нас ещё поселение-то вообще? Так. Пока что-то не видать. Куда тут лучше пойти? Чтобы что-нибудь новенькое увидеть. Наверное, вот здесь вот это поселение. О, да, удобно, да. О, бля, это что? Морские драконы. Хера себе. Тяжёлый корабль. Средний корабль. Средний. Лёгкий. Средний. Да, мощно-мощно. Вот это всё лучше... На море не встречать лучше такое вот. А если у него в Эфесе ещё такая же дрянь. Будет неприятно вообще. Ну так чё, атакуем или нет? Или погодим? Просто я проатакую, и эти твари сразу меня проатакуют. Ну вот... Обождать, мне кажется. Немножко восстановиться. Самую малость. Может даже наняться. О! Действительно. Пригодится. Давай-ка попробуем. До сюда дойду. Во, я могу до сюда дойти, посмотреть, чё тут. Давай-давай-давай-давай-давай. О! Джонни. Прямо вообще. Галкарип, ты, родной мой. Мне нужно посмотреть, что здесь. В Ганзаге. А, вот здесь тоже армия. Глянь, блин. Опасно, опасно отсюда уходить. Реально опасно. Вот он, фронт-то, ёлы-палы. Но столица, как говорится, уже рядом. Ещё хиру бы забрать. Был бы вообще туши свет. Сколько, кстати, у лохмидов вот этих вот поселений? Два, по-моему, нет? Три. У них вот это поселение, вот это и вот это. Вот они, три поселения. Химьяр, зараза, если бы ты, падла, чё-нибудь хоть делал, Как-как ему... Как ему сказать, а? Как-то же можно... А, только договор о ненападении, а военный союз не хочешь? О-о-о, шикардос. Так. Я тебе хочу сказать, чтоб ты напал на вот этих типов. Как тебе это сделать? Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ты же воюешь с лохмидами? Да. Воюет. Ну, не знаю. Как-то вот... Я и во втором риме не часто этим пользовался. Здесь что-то туплю. Кто ещё у нас тут? Арам. Ты где? Ага. Так, глянче в Эфесе. Там нету никакого флота. Нет. Нету. Но всё равно постой тут. Потому что мне что-то... Что-то я стремаюсь. На следующий ход надо будет... Мир убрать. Так, на этот ход, короче говоря, я так понимаю, что я никуда не иду. Потому что здесь армия полная стоит. Ну, нафиг. Здесь армия, здесь армия и здесь армия. То есть, получается, я только не Си поставлю. Они могут атаковать как отсюда, так и отсюда, так и отсюда. Поэтому лучше я здесь постою. Поднаберусь. Подкоплюсь. Вот. А уже на следующий ход будем посмотреть. С порядком тут по нулям. Строится система водностабжения. Строится рынок пряности. Оружение строится. Нанимается флот. Блин, в Констанции с порядком траблы. Реальные траблы, блин. Что за херня? Вопросы веры минус 26. Да, шалеть просто. Так, а какой у нас стоит тут эдикт? Санитария. Санитария стоит плюс 2, да? А всего у меня санитария 5. Отлично. Значит, религиозное влияние делаем. Да. Воинское рвение, религиозное влияние. Да, вот это. Вот так. Потому что иначе херня будет. В МСИ что стоит? Воинское рвение, религиозное влияние. Здесь ничего нету. Здесь в Вайле. В Вайле стоит религиозное влияние. А сколько у меня религия здесь? Восточное христианство, кстати, падает. Потому что я отсюда убрал всех своих агентов. На гребаную Александрию. Поэтому пока пускай останется. Сейчас, когда здесь. Захватим или здесь? Поставлю там церквушку. Такс. Мавры. Вимские сепаратисты, гуны и геты. Понятно, они рано или поздно тоже развоевываются. Так же, как и гараманты. Им не нравится восток, короче. Я понял. Поэтому они со мной не дружат. Все. Я думаю, что хватит баловаться, да? А, давай еще посмотрим, что у нас тут по внешней политике. А, это сын. А, нет. У Сайма это дочь. Ёптать. Я-то думал, это сын. Ну, ладно. Это не игра. Я думал, у меня Усама родился. Это дочь. Дочь. Ну, в принципе. Для шахида какая разница. Так, смотрим. Все должности. Достойная власть. Тетки, сколько? 64. Охереть. Ну да. Все, хватит баловаться. Погнали. Так, сасаниды пошли ва-банк, по всей видимости. Они всеми тремя армиями, которые у них были, напали на обороняющегося Мади. Ему в подмогу придет Тубакарип и какая-то херня из города. У него в атаке, у них наемники с анаграми. Немеренное количество гриф-панваров с улучшенным коневодством. Всякие вот эти вот штуки, дрюки. Еще гриф-панвары. Ну, изо рты вот только два наемника с анаграм. Ну, в любом случае, они атакуют, поэтому тут как бы иллюзий нет никаких, что я буду обороняться. Я в лагере, кстати говоря. Не знаю, стоит ли мне там сидеть. Ну, там башни как бы, поэтому, наверное, стоит. А что нет-то? Да, там башни, там вся фигня, поэтому... Но, эту битву я проведу в следующей серии, поэтому всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот, это Танухиды, легендарный уровень сложности. Без поражений и без авторасчета. Всем пока. Лайк, подписка, все дела.